Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Kingdom New Lands. И сейчас надо думать, что развивать. Обязательно надо сразу это решать. Так, рекруты отбашляли, это прекрасно. Теперь, теперь, может быть, еще раз улучшить. Королевство. А кирпичные стены теперь будут, да? Может быть, может быть. А торговцу, торговцу монеточку надо дать? Нет. Пока что рановато. Хорошо. Теперь в таком случае надо здесь посмотреть, что можно сделать. Вот. Пускай, пускай здесь будет улучшение. Также надо посмотреть, что здесь касается рекрутов. Ага. Получается, наступило утро нового дня. Так, а вот рекруты. Тебе монеточку, тебе монеточку. Великолепно. А теперь мне главное определить, какому цвету одежды рекрутов какой инвентарь нужен. То есть, кому лук, кому молот, а кому косу. Это очень хороший вопрос. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, для какого цвета одежды какой нужен инвентарь. Мне очень-очень это интересно. И это очень-очень, я думаю, будет полезно в общем и целом. Ух ты, какая прелесть. Какая красота. И тут уже максимально улучшено, да, все. Ага, вот где косы нужны. Ну, сейчас надо расширять ассортимент. Ну, как ассортимент, расширять инвентарь. Активно надо. Просто по-любому. Так. Тебе нужно монеточку дать обязательно. Так, так тут кто-нибудь собирается отбашлять-то вообще. Или нет? Вот, отлично. Теперь можно хотя бы торговцу монетчику дать. Потому что торговец, он очень-очень полезен. Ну, если это торговец. Вот этот мужик с осликом. Вот здесь огород возделывают, да? Какая прелесть. Как замечательно. Теперь. Теперь. Основная задача. Сейчас. А, понятно. Вот, на косу нужно монеток, получается, поболее. Теперь вот еще один рекрут идет. И ему тоже, наверное, коса нужна, да? Или ему нужен лук? Ему лук, наверное, нужен. Предположу. Сейчас будет сразу видно, если он побежит. Нет, он не бежит. Он медленно, так, вальяжно идет. И причем не он один? Ага. Вот, побежал. Значит, все-таки за луком. Ну, оборону надо держать. Это по-любому нужно. Отлично. Ага. Тут монеточка нужна еще одна. И можно будет еще один лук прикупить. И, соответственно, будет еще один лучник в обороне. А это очень-очень важно. Вот, сейчас надо лук прикупить. Потому что вот эти монстры, они достаточно часто совершают нападения. И надо с этими монстрами разбираться самым радикальным образом. Да. Мне, кстати, в комментариях написали, что лучше не использовать здесь катапульту. А мне вот интересно, почему. Вроде катапульта, она же должна быть мощной. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Это очень-очень интересный вопрос. О, возвращается торговец. Надо посмотреть, что здесь делать. А для чего, интересно, здесь нужен огород? Просто как бы для того, чтобы кормить, соответственно, рекрутов? Или для чего? О, монеточки отбашляли. Какая прелесть. Деревья, может быть, кстати, здесь вот эти нужно... Убрать, чтобы расширить можно было королевство. Я не знаю, сколько нужно времени для того, чтобы расчистить здесь территорию. Сделать ее достаточно обширной. Вот, какая прелесть. Какая радость. Теперь, 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 теперь. Так. Рекруты, смотрю, чинят каменный забор. Опять, что ли, монстры прибегали? Ой. Это что? Теперь не совсем понял. Луки валяются. Да, точно, монстры приходили. Снова. Ну, здесь уже достаточно... Достаточно пустые, без деревьев. Такая пустая территория. То есть, можно там развиваться. Это надо иметь в виду, в первую очередь. Да. Так. А вот еще один рекрут. Рекрутов надо нанимать, потому что это получается очень-очень неприятно. Отлично. Ух ты. Тут уже урожай собирают. Какая прелесть. Сейчас монеточки отбашляют. Да? Ну, не так уж и много, конечно, но вполне сойдет. Надо сейчас на лошадке немножечко прокатиться, посмотреть, не появились ли новые рекруты поблизости. Потому что это очень нужно. Рекрутов надо нанимать. Да, вот. Два рекрута появилось. Прекрасно. Пускай потихонечку осваиваются. Пускай приходят в королевство. Пока еще не такое большое, конечно. Но очень хотелось бы это королевство расширить и сделать его реально огромным. Потому что это очень-очень нужно. Так. Здесь надо организовать строительство. Здесь линия обороны. Ой. Лошадочка взбрыкнула. Устала. Устала. Нельзя загонять лошадочку. Надо давать отдыхать ей по-любому. Вот монетки дополнительно. Расширить, что ли, здесь опять все? Пока что не знаю. Лучше, может быть... Так, не понял. Ага. Все, теперь понял. Так, здесь можно еще оборону сделать, да? Ага. Дерево срубили. Так, здесь что? Здесь можно еще построить место, где выращивать овощи. Ну или там, что там выращивают на огородах, на этих, я не знаю. Ой-ой-ой, вон монстры. Бегут монстры. И это страшно. Это дико страшно. Пускай обороняется. Можно, кстати, посмотреть, как сейчас они это будут делать. Ой-ой-ой-ой. Страшно вообще. Их много. Их очень много. А с мол... Ой, с молотами. Ой-ой-ой-ой, что происходит? Тут нужно продержаться до утра, да? Я так понял. Обалдеть. Интересно, а если бы здесь стена не стояла, они бы тут все бы смели бы подчистую, наверное. Так, еще один раз нужно попасть. Нет, еще раз. Нужно давай-давай-давай-давай-давай-давай. Нормально будет. Ну. Вот. Ух. Так, а вот рекруты новые. Как они, интересно, прошли рядом с монстрами. И остались живы. Так. Здесь, я смотрю, ничего сделать нельзя. То есть, нужно рекрутов, что ли, нанять, да? Не хватает строителей, наверное. С этим надо что-то делать сразу же, однозначно. Так. Можно вот так вот сделать. Нужна еще монетка. И можно будет тогда... Так, на тебе. Сейчас главное, чтобы отбашляли рекруты. И можно будет тогда сейчас новых строителей рекрутировать, так скажем. Чтобы они помогали разбивать королевство. Ты. Вот. Вот. Нехилый такой урожай добычи. Ой, какая хорошая погода. Какая приятная. Это очень радует. Это просто великолепно. Так. Как я и сказал, надо заниматься молотами. Вот. Супер. И еще строитель. Потому что очень-очень агрессивно напали на строителей монстры. И надо, чтобы строители, соответственно, тут занимались делом. А вот и катапульта. Я не совсем понял, как я ее сейчас сделал. Но одно понятно наверняка, что... Я пока что не совсем разбираюсь в том, как эта катапульта здесь крафтится. Как она применяется. Почему она не такая эффективная, я этого не знаю. Так. Здесь. Мне кажется, надо здесь... Те деревья, которые можно срубить, их надо срубать. Хотя, наверное, под вечер зря. Дерево отметил. Ну, ладно. Тут уже отменить действие, как правило, нельзя. Меня очень беспокоит то, что торговца до сих пор нету. Я вот не помню. Он должен сейчас вернуться или же нет? Ну, как хорошо. Ну, я так понял, вот эти вот пахари, так называемые, они вот как раз-то эти монетки с этого поля и приносят, получается. Вот с той стороны, со стороны как раз-таки портала, все относительно защищено. То есть монстров следует ожидать только с левой стороны. Ой, лошадочка устала. Лошадка устала. Так, надо барону туда улучшать. Обязательно. Но монстры, как я понял, они не каждую ночь нападают. Вот, супер. Но, может быть, чем дальше идет продвижение, по игре, тем чаще нападают монстры. Это только предположение. Но сейчас уже нет. Сейчас уже вряд ли уже сейчас рассвет наступит. Так мне показалось. Или лошадка только что пощипала травку. Это ж вообще классно тогда. Так, что здесь творится? Лучники нужны. Лучники нужны, по-любому. Не хватает лучников, да? Так. Здесь пока ничего. То есть надо собирать урожай. А нет, вот. Тут уже отбашлял так. Здесь? Нет. Здесь пока еще рановато. Тогда сейчас что надо сделать? Сейчас, наверное, надо... Луки организовать. Так. Есть пахарь один? Но нет. Слишком дорого стоит. Все это дело слишком дорого стоит. Так. Лучник один. Так. Но линия обороны здесь конкретная получается. Уже приличная такая. Так. Вот. Здесь тоже надо все это улучшать. Обязательно. Чем больше будет линия обороны, тем сложнее будет монстрам через них прорваться. Но также нужно, конечно, чтобы эти линии обороны кто-то оборонял. На данный момент с рекрутами все очень туго. Рекрутов нужно сейчас активно нанимать, вербовать в свою армию, в свои ряды. А это не так-то просто. Так. Вот идет один. А нужна монетка. Хорошо. Монетки тут сейчас, я думаю, дадут. Да, вот монеточки. Здесь. Но лучник здесь не торопится что-то делать. Видать, как-то не сезон для охоты. Тогда в таком случае вот так вот надо лук сделать. Да, сразу рекрут побежал за луком. Ну, видать, это действительно необходимо. Здесь тоже надо все улучшить. Обязательно. О! Монеточки. Какая прелесть. Так. Но под вечер, наверное, лучше не стоит отправлять сюда рекрутов. Ну, строителей, да, получается. Потому что могут прийти мутанты и навалять люлей. А это самое последнее, что нужно. Как я уже говорил, меня очень беспокоит то, куда пропал торговец. То есть, он сначала здесь находился, потом просто он исчез. Ушел. И вот до сих пор его нету. Есть предположение, что, возможно, с ним что-то случилось. Возможно, к этому привожили руки мутанты. Вот эти вот монстры. Или кто они там такие, которые с портала повылезали. Что-то какой-то слабоватый. Слабоватый какой-то сейчас здесь навар всякого-то. Хотя у них тут ничего не созрело. Самый сок идет, когда у них там все созревшее. Так. Здесь. Вот здесь надо, интересно, что построить. Отлично. Замечательно. Так. Надо вышку, да, улучшить. Ага. Опа. Так. Тут уже какие-то прокачанные пошли. Ой-ой-ой-ой. Ой, как не вовремя. Ну, там стрелами в них со всех сторон стреляют. Так. Ну, оборона, конечно, получается так себе. Успеет ли? Ага, убегают, убегают, убегают. Волчары позорные. Боятся дневного света. Давайте, валите отсюда, ублюдки. Давайте, проваливайте. Чтобы вас тут больше не было. Побежали в портал. Побежали в портал. Сволочи. Раздолбали тут все. Так. Рекрутов надо срочно набирать. С каждым днем становится играть все сложнее и сложнее. Так. Будешь что-нибудь башлять? Не будешь? А ты? А ты? Тоже нет. Да. Тогда нужно делать линию обороны еще больше. Укрепляться еще сильнее. Потому что получается не все так просто, как могло бы показаться. Так. Так, 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 так. Вот оно что. А вот что с этим совсем делать? Не понимаю. Катапульта стоит никому не нужная вообще. Наверное, сейчас нужно больше всего заниматься. Почему они не занимаются охотой? Не понимаю. Далее. Далее. Сейчас нужно заниматься рекрутами. Ой, сколько тут рекрутов. А, монеточка нужна. А монетки здесь собирать становится все труднее и труднее. Поначалу было гораздо легче. Но там и не требовалось столько действий. Как бы так или иначе. Или может быть город расширить сразу же. Мне кажется, надо город расширить. Потому что какая-то, получается, стагнация идет. Ну-ка. Вот. Построен замок. И здесь можно, наверное, делать укрепление, чтобы там лучники стояли, да? Дополнительно. В этом я не совсем уверен. Но надо будет однозначно это попробовать. Вон как здесь много кроликов. Почему никто на них не охотится? Реально. Реально. Тут можно монетки же ведь фармить только так. Но нет. Никто этого не делает. Значит, нужно, получается, нанимать еще больше рекрутов. Вручать им инвентарь. Будь то оружие. Или молот. Или коса. Но другое дело, что для этого, для всего нужны монетки. А с этим не так все просто. Да и монстры сами они становятся... С каждым днем все злее. И становятся их все больше. И не какие-то прокаченные. То есть, если изначально приходили самые простые такие, то теперь приходят в масках. То есть, достаточно опасные. И вот над этим уже надо задумываться. Вот рекруты. Надо будет запомнить, что здесь есть два рекрута. Но пока что об этом рано думать. Потому что прежде чем рекрута нанимать, нужно его снарядить соответствующей экипировкой. А то без экипировки рекрут и не рекрут вовсе. Любой монстр его может сразу сожрать. А это самое последнее, что нужно. А тем не менее, идет уже 14 день. Две недели. Королевство уже. Так, лошадка устала. Нельзя загонять лошадочку. Лошадочка хорошая. Так. Вот я не знаю, может быть углубиться в правую сторону. Посмотреть, что вообще сможет торговец там где-нибудь находится. Потому что он вроде был-был-был и куда-то пропал. Почему пропал? Зачем пропал? Ведь монетки так хорошо приносил-то. Стены, может быть, еще укреплять надо. Ну, с монетками пока вообще туго. Просто жесть. Вот. Ух ты. Ты тоже давай. Ага. А ты? Нет. Зачем они туда-сюда вот эти катапульты привозят? А, хотя какой туда-сюда. С левой стороны уже есть катапульты, а справа еще нет. Так, ты подожди с косой. Тут лучники нужны. Угу. Великолепно. Так, кто-нибудь за молотом придет? Я думаю, что надо попробовать посмотреть. Ага, вон бежит. Так. Также надо пойти за рекрутами, за новыми. Они нужны очень. Так, лошадка устала. Ой, это мне показалось или уже осень наступает? То есть, деревья сменили свой окрас. Теперь они уже больше в красный цвет отдают, чем в зеленый. Так, ну вот почти. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях. А вот в правую сторону можно вообще ходить в любое время суток. И не бояться, что оттуда появятся монстры. Потому что я не знаю. Сейчас, на данный момент, монстры стабильно прут только с левой стороны. И это получается такая опасная территория очень. Так, хорошо, хорошо. А на данный момент осень в королевстве. Однако. Я, кстати, не знаю, может быть, какой урожай осенью идет. Это тоже очень хороший вопрос. Так, тут пока что, может быть, лучше повременить. Так. Здесь. Здесь тоже можно улучшить, кстати говоря. Ну нет, туда не пойду. Уже ночь. Это опасно. Это... Это очень опасно просто. Вот, пускай здесь тоже. Так, в чем, куда он бежит? Неужели там? Да, монстры. Ой, как их много. Ой, как их много-то. Кошмар какой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну я думаю, что они не успеют. Уже сейчас утро будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Все, они сделали ноги. Так. Ублюдки сраные. Так, вот рекруты. То есть, я правильно понял, что когда приходят монстры и атакуют рекрутов, они как бы снова превращаются в обычных наемников, которых можно нанять и только потом уже рекрутировать. Так, хорошо. Ну, чуточку, да? Чуточку еще надо посмотреть, что здесь вообще. У тебя с монетками что? Ничего, да? У тебя, у тебя тоже ничего. Ага. Ну, тут уже очень надо задуматься сильно по поводу того, что делать, потому что уже ситуация не шуточная получается. так, пока что нет, пока что рекрутировать я не буду никого. Сейчас стену надо починить. Ну, и, наверное, все пока что. Так. Ага. Вот. Ну, нужны строители обязательно. Я не знаю, каким образом здесь делать так, чтобы много монеток можно было здесь фармить. Так. Ну, надо второй угород делать. Ну, по-любому вообще. То есть, без этого, конечно, здесь особо не поформишь. Так. Ну, вот они, пахаря. Или это лучники? Лучнику, вот, лук. Что, еще один лук? Да. Ага, то есть, лучники здесь есть в такой синенькой одежде и в зелененькой. Наверное, те, которые в зелененькой, они просто как бы охотятся, а в синенькой, они, может быть, вот в таких вот башенках сидят. Не знаю. Тут вся одежда разноцветная. Так сразу и не разберешься, что да как. Сюда, наверное, лучше в эту сторону не идти вообще. Как-то медленно, конечно, строительство продвигается. Нужно еще набрать строителей. Нет, он бежит, значит, монстры, да, идут? А, нет, он охотится. Все ясно. Можно, кстати, посмотреть, как он это делает. Но он охотится на крупной дичь. То есть, не на кроликов каких-нибудь, а на оленей сразу. Ну, кстати, может быть, монстры не придут, потому что уже почти полночь. Нет, нет. Бегут вон. Засранцы. Бегут. О, как. Ну, вот зачем строитель, я не понимаю, зачем? Это как монал, да. Хорошо снимает, кстати, их. Опа. Вот это стрёмно было только что. Все. Утречка наступает. Ну, правильно. По шее надавали этим ублюдкам. Это же, конечно, проблемы какие-то здесь. С организацией обороны. С этим надо что-то делать. Так, какие... Какие новости с поля? Ага. Вот, прекрасно. Здесь ничего нового. Я, кажется, понял теперь, почему в комментариях писали о том, чтобы катапульту я не использовал, потому что вот стоит рекрут и не делает ничего. То есть, никакой пользы он не приносит. Наверное, об этом шла речь. Так, ну, что получается, надо здесь сделать. Хороший вопрос. Надо здесь строить ферму еще одну. Без этого вообще никуда. Так, лошадка устала. Надо сейчас строителей нанять на это дело. Выходит именно так. Вот, отлично. Пускай занимается. Потом нужно будет нанимать пахарей. О, как хорошо. Еще? Никто не собирается башлять. Ну и ладно. Что же вы за рекруты такие? Я думаю, что надо сейчас разбираться с луками, да? Ага, вот бежит. Потом вот этого нанять можно. Что ему нужно дать? Лук. Очень нужна оборона. По-любому нужна. Без этого вообще никак. Так, что там происходит вообще? Лошадка устала. Так. Уже гораздо лучше. Уже прогресс такой чтимый. Так, что это тут строит? Может быть, стену? Еще одну. То есть, еще один рубеж обороны. Надо посмотреть. Вот. Хорошо, укрепление. Какое-никакое все-таки укрепление. Конечно, его очень легко можно повалить. Но, во всяком случае, это лучше, чем ничего. Это охотник? Это охотник или это... Не знаю. Может быть, это и защитник. Так. Это не показалось, или луна какого-то красного цвета? Ну, да. Как-то немножечко в красноту отдает. О-о-о-о-о. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. да да есть какая-то особая активность монстров сейчас так здесь нужно срочно улучшать вот эту башенку и достреливают или достреливают ой жесть какая я думаю так легко разломать стену уже рассвет уже практически да хотя не уже уже дольше тусуются то здесь все готовы ублюдки так сразу же монеточки как же прекрасно так вот он бежит на охоту что ли да посмотреть вот тут много кроликов так с каждого монетка получается так надо проследить за ним нормально в любом случае монетки потом он отдаст здесь нет мне кажется в другом месте надо все изменять вот здесь наверное а еще нужны монетки дополнительно так что тут на огороде вот это уже хорошо другое дело вот здесь на катапульте стоит реально никакой пользы от них нету так я это слышал прекрасно надо сейчас все эти монетки пустить на оборону так или иначе вот допустим на вот эту оборону хорошо так монеток у него больше нету да а здесь монетки не лежат вот сколько монеток ух ты вот это он поохотился так поохотился знатно знатно однако так 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 сейчас нужно срочно строители нанимать и лучников и рекрутов по-любому ох ты как щедрость такая невиданная спасибо ох я крутов не хватает так вот если бы я знал изначально я бы конечно начал бы развить именно с левой стороны из правой какой-то алгоритм заметил то есть монстры приходят день через день получается как-то так ну что такое лошадка что-то уставшая очень очень уставшая лошадочка так строители нужны срочно но для того чтобы были строители нужно нанимать рекрутов с этим не все так просто но очень интересно что ж друзья давайте мы тогда на этом выпуск завершим надеюсь он вам понравился также как и мне ставьте пальцы вверх и болейте подписчики всем спасибо за внимание и пока